Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Приветствую вас, друзья! У микрофона Ксения Островская, и это подкаст «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». Цель сегодняшнего выпуска – обсудить, как горы могут служить мощным инструментом для улучшения физического, эмоционального и духовного здоровья человека. Маунтинтерапия. Этот термин уже давно и плотно вошел в обиход санаторно-курортных мест мирового туризма. Все потому, что во многих из них проводились наблюдения за состоянием отдыхающих по разным критериям. К примеру, по утверждению тех же нейропсихологов, нашему мозгу все равно происходит что-то с человеком в реальной жизни, либо он это наблюдает в кино или слышит в аудиокниге, к примеру. Главное – это то, как человек реагирует, то есть частота эмоционального отклика. Также благодаря тем же нейропсихологам мы знаем, что наше подсознание общается образами. Не цифрами, буквами, а именно образами. И вот значение тех или иных образов лежит, можно сказать, в основе маунтинтерапии. Получается, что принципы такой горной терапии как бы воздействуют на подсознание человека, приводя в равновесие психоэмоциональную сферу. Ну, давайте по порядку, начиная с почти художественной части этого повествования. Захватывающий мир гор. Как эти величественные творения природы могут способствовать нашему физическому, эмоциональному и духовному здоровью? Горы вдохновляли поэтов, служили убежищем для мистиков и были местом испытаний для альпинистов. Но что они могут предложить нам, жителям современного мира, искателям покоя и внутреннего баланса? С древних времен люди приписывали горам целительные свойства. От живописных пейзажей до свежего горного воздуха. От тишины уединенных троп до физического вызова восхождения. Горы предлагают уникальное сочетание элементов, которые могут лечить тело и успокаивать ум. В этом выпуске я расскажу о самых ярких и научно доказанных аспектах. Так что пристегните рюкзаки и давайте вместе отправимся в путешествие к здоровью и самопознанию. Из города в горы. Возвращаясь к миру образов. Горы на языке образов и символов часто ассоциируются с мощью, стабильностью и величием. Они являются мощным символом преодоления препятствий, достижения высоты и поиска внутренней силы. В различных культурах и духовных традициях горы часто рассматриваются как священные места, соединяющие землю с небом, место близости к божественному или высшему состоянию сознания. В психологии горы могут символизировать большие задачи или жизненные цели, которых человек стремится достичь. Во многих сказаниях и мифах восхождение на гору опять-таки олицетворяет путь героя или путешествие к просветлению. Горы также могут представлять неизменность и вечность, поскольку они стоят неподвижно в течение веков, несмотря на изменения погоды и времен года. В общем, в различных контекстах горы могут олицетворять разные аспекты жизни и внутреннего мира человека – от его самых глубоких вызовов до высочайших достижений и стремлений. Научные исследования выявили, что пребывание в горах способствует улучшению физического здоровья за счет ряда факторов. Высота способствует акклиматизации организма и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Чистый горный воздух, богатый отрицательно заряженными ионами, улучшает дыхание, способствует насыщению крови кислородом и повышает ее алкалинные резервы, что важно для укрепления иммунитета. Когда мы говорим об алкалинных резервах, мы обычно имеем в виду бикарбонаты, которые циркулируют в крови и помогают поддерживать стабильный уровень pH, предотвращая слишком кислую или слишком щелочную среду. Это важно, потому что слишком кислый или слишком щелочной баланс может негативно влиять на функции органов и клеток. На высоте из-за уменьшения содержания кислорода в воздухе организм адаптируется, увеличивая производство красных кровяных телец и улучшая способность крови переносить кислород. Этот процесс может влиять на алкалинные резервы крови, поскольку организм старается поддерживать баланс кислот и оснований в изменяющихся условиях. Но это что касается чисто медицинской биохимической истории. Отсутствие городского шума, замедление ритма жизни позволяют нервной системе отдохнуть от перегрузок, вызванных постоянным информационным шумом современной жизни. И природная среда гор способствует некой балансировке психоэмоционального состояния. То есть визуальная изолированность от привычного городского ландшафта и близость к природе стимулируют чувство умиротворения и внутренней гармонии. Горный пейзаж предоставляет уникальные условия для медитации и рефлексии, что помогает уменьшить уровень стресса и тревожности. В горах человек оказывается лицом к лицу со своими мыслями, чувствами, что дает возможность глубже понять себя и свои внутренние процессы. Регулярное пребывание в такой среде может способствовать долгосрочной и эмоциональной стабильности и развитию устойчивости к психологическим нагрузкам. Но самый интересный фактор, который невозможно получить человеку, к примеру, в искусственно созданных кислородных капсулах, соляных комнатах или прочих рукотворных спасительных системах, понимаете, это визуальное лицезрение гор. То есть то, с чего мы начали наш выпуск. Как будто бессознательное человека считывает образ гор как благоприятную ситуацию или атмосферу здесь и сейчас для выравнивания психоэмоционального состояния. Как будто бы расправляются крылья за спиной. Как будто бы появляются силы для решения задач, к которым не хотелось приступать. Так описывали свое состояние гости горных курортов, участвующие в длительном эксперименте. И вот это по-настоящему любопытно, друзья. Из города в горы. Итак, мы подошли к концу нашего сегодняшнего такого короткого, но я надеюсь полезного выпуска. И я хотела бы подвести итоги и поделиться некоторыми мыслями о том, как мы можем использовать горы для повышения качества нашей жизни. Во-первых, исследования и личный опыт показывают, что горы имеют огромный потенциал в улучшении нашего физического здоровья. Чистый воздух, высота, спокойствие природы способствуют нашему оздоровлению, укрепляют дыхательную систему и помогают нам отдохнуть от городской суеты. Но это еще не все. Горы также оказывают мощное воздействие на нашу психику. Как я уже говорила, величественные горные пейзажи могут стать источником вдохновения и спокойствия. Они могут помочь нам найти гармонию и внутренний баланс, что особенно ценно в нашем постоянно меняющемся и напряженном мире. Ну и как выяснилось, восприятие нашего бессознательного играет не последнюю скрипку, когда мы находимся в окружении гор. Кажется, я по-настоящему начинаю понимать предупреждающие фразы нейробиологов «не смотрите все подряд», «не читайте все подряд». Это влияет на качество вашей жизни. В заключение хочется сказать, что горы – это не просто место для отдыха и туризма, это место силы, которое может помочь нам восстановиться как физически, так и эмоционально. Поэтому я призываю вас, мои дорогие слушатели, не просто посещать горы, но и осознанно использовать это время для восстановления своих сил, для медитации, для нахождения новых идей и решений. А уж с таким комплексным подходом, который дает отель «Роза Спрингс», это делать будет намного легче. И, конечно же, я очень хочу услышать ваши истории, как горы повлияли на вашу жизнь, какие у вас есть советы или особые моменты, которыми бы вы хотели поделиться. Пишите в комментариях, делитесь в социальных сетях все актуальные контакты в описании каждого выпуска, и давайте вместе исследовать влияние этих величественных природных созданий на нашу жизнь. Спасибо, что сегодня были со мной. До новых встреч на горных вершинах «Роза Спрингс» и в следующих выпусках подкаста. Пока-пока! Из города в горы. Истории Розы Спрингс.